Во-первых, два-три месяца, подчеркну это правильно, это раз, это говорит о чем, что по официальным заявлениям, что дно кризиса мы миновали, поэтому люди в это верят и считают, что так оно и есть. Ну и второе, я думаю, что оптимисты, они где, как говорится, сгруппировались, они, кто ответил на эти вопросы, видимо, работают в высокотехнологичных отраслях, информационных отраслях или тех предприятиях, которые провели модернизацию и диверсификацию производства. Поэтому, естественно, эти отрасли будут развиваться, потому что если мы хотим преодолевать кризис, то нам нужно что? Нам нужно промышленное производство развивать. Генерировать доход, что называется. Да, да, вот, и поэтому тут, естественно, получается, что оптимизм, он обоснован. Ну и я думаю, что у нас активная часть населения кто? Женщины. Ну а женщины уже Новый год хорошо отметили, в преддверии 8 марта они чувствуют хорошее уже приближение весны, ну и потом они также заняты вот в таких интеллектуальных, информационных отраслях или там в серьезных финансово-банковских структурах, которые уже устоялись. Ну, гендерный аспект, который вы отметили, он интересен, конечно. Я думаю, что главное это все-таки финансовый вопрос. Опять-таки, цены на нефть у нас упали, да, на стыке 15-16-го годов. Есть точка зрения, что зависимость рубля сложилась от цен на нефть. Вы согласны с ней? Ну, так она сложилась у нас, и эта зависимость, и нужно ее преодолевать. Ну, зависимость, конечно, доля, как говорится, затрат в нефтяном, так сказать, секторе, связанном именно с денежной массой, она, может быть, не столь и велика, но вопрос заключается в следующем, что мы фактически стоим на одной ноге, то есть нефть и газовый, ну и финансовый сектор также у нас развит. И поэтому, когда падает, так сказать, цена за баррель нефти, за бочонок нефти, то, естественно, доходы в бюджет, они сокращаются. Ну, раз они сокращаются, то вот получается, что наш рубль, так сказать, в сравнении с иностранной валютой, он, так сказать, выглядит неубедительно. Вот, Альберт Васильевич, я вас прерываю, вы сказали, доходы сокращаются, соответственно, в казну, да, федеральную и областную, и вот как раз бюджетникам в этом плане. Стоит ли ожидать каких-то серьезных изменений в плане? Ну, нет, ну, бюджетники, бюджетники, они все есть и будут, хотя будет сокращение, оно же прогнозируемо, уже сказано, что на 10% они будут сокращаться. Так вот, но для того, чтобы нам не было такой четкой жесткой зависимости от стоимости этого бочонка нефти, значит, нам нужно развивать промышленное производство. Ну, вот, скажем, в прошлом году за шесть месяцев, первые шесть месяцев, скажем, в Германии стоимость бензина сократилась на 4%, а у нас она выросла на 4%. Хотя в Германии нефти, как говорится, нет, но зато есть высокотехнологичное производство, есть экономика конкурентно способная, и они могут зарабатывать валюту, ну, в принципе, доходы, бюджет идут не от сырьевого сектора, а именно от промышленного сектора. Так вот, поэтому и такая, я думаю, что основная будет задача на новый шестнадцатый год, в котором мы уже находимся с вами, это развитие промышленного производства. И был принят закон промышленной политики, и я думаю, что он будет реализовываться. Да, помимо сферы производственной, есть еще сфера непроизводственная, я говорю об этом, потому что хочу перейти вот к следующему вопросу о законопроекте, о ведении уголовной ответственности за незаконный самопиар губернаторов, на который, естественно, также деньги идут, о которых мы с вами говорили, да? Вы как относитесь к такому законопроекту? Нет, но я к этому закону отношусь положительно, в том плане, что, естественно, как сегодня говорят руководители правительства и государства, что нужно жить по средствам, нужно экономить средства, да? И поэтому сама работа губернатора, она в принципе-то, она не предполагает дополнительного пиара, потому что если губернатор, он в теме, если он реагирует на события, которые проходят в области в стране адекватно, инициативно, то зачем ему лишний, как говорится, пиар? А то, что есть расходы, которые, как бы сказать, наносят ущерб бюджету, ну, вот, например, счетная палата вскрыла, что 450 миллиардов рублей были израсходованы неправильно, как говорится, в ущерб бюджету, вот, то есть это, я считаю, так сказать, разумный подход. Вот, и в ряде регионов мы слышали, что пиар губернаторов, он зашкаливает. Ну, в общем, Альберт Васильевич, советуете тратить деньги разумно, в первую очередь в 2016 году? Ну, естественно, надо всегда жить по средствам, потому что, если, скажем, у нас с вами предполагаемая зарплата по 20 тысяч рублей, значит, мы, соответственно, жить должны на 20 тысяч, а не на 40 тысяч. Альберт Васильевич, я благодарю вас за интересную точку зрения, за интересное мнение, было очень приятно с вами пообщаться, и, думаю, нашим зрителям увидеть вас в вечернем эфире канала ПС. Спасибо вам большое, всего доброго, до новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин